здравствуйте дорогие друзья очередная запись нашего квартирника южного здесь в студии комсомольской правды 87 и 5 fm видео версию будем показывать на от и в и сегодня у нас в гостях замечательная южно-сахалинская певица настя венгер привет привет насть я так понимаю что мы сегодня будем говорить не об опере и слушать не моцарта нет ну раскрою секрет кто не знает а я думаю многие знают да что поешь ты в общем-то музыку такую как бы это культурнее сказать ну кабацкую да я пою кабацкую музыку я кабацкая певица мне как бы я не без прикрас то есть я какое-то отношение конечно имею к опере потому как когда-то я отучилась театральном колледже в нашем местном и пела оперету после чего я поехала в москву и там тоже в этом направлении двигалась но все-таки мое взяло верх то что как бы не туда ну то есть голос был до оперный но не пошло как-то с этим поэтому вот эстрада джаз вот что-то в этом стиле я исполняю как я исполняла такие исполняют но скажи ты вот работаешь в увеселительном таком заведении потому что у тебя в московской оперете не сложилось или просто вот ну по кайфу да нет я вообще в этой стихии уже 17 лет то есть мы начинали со старых кабаков еще с тех времен то есть я кабацкая певица еще тех времен то есть я не не новенькая да какая-то там вот в наше время у нас очень много появилось всяких разных то есть я из первой той гвардии когда мы только начинали были вот эти самые там первые континентали сайгон вот эти все рестораны holiday и так далее то есть мы вот оттуда ну давай тогда знаешь обозначим как бы планочку да для начала ты что-нибудь споешь а потом мы сядем и по ностальгируем давайте ты забудешь оставлять оставлять для меня только тонкую нить только каплю сожаленья не застилай горизонт твоей луны которой нет открыла ночь огромный зонт встречая рост вырос свет там на серее и во луне ты так хотела быть одна не забывай обо мне ты засыпала у окна когда устал новый день такой же как и всегда ты улетела там далеко и и и Ты забудешь обо мне На сиреневой луне Может, только на огнобенье Оставляя для меня Только-толкую нить Только камню сожаленья Там ярче солнца и теплее Там нет ни стега, ни дождя Там на сиреневой луне Ты позабудешь про меня Лишь на минуту про меня Во луне и сердце твоего На ту планету без дождя Где будет всё и ничего Когда устал новый день Такой же, как и всегда Ты улетела так далеко Когда пришёл этот сон Воснигший не обо мне Ты позабудешь обо мне На сиреневой луне Может, только на огнобенье Оставляя для меня Только-толкую нить Только камню сожаленья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают И всегда ты улетела так далеко Ты забудешь обо мне На сирене по луне Может, только на мгновение Оставляя меня Только-толькою нить Только капля сожаления Ты забудешь обо мне На сирене по луне Может, только на мгновение Оставляя меня Только тоненькую нить Только капля сожаления Настя Ну, давай откатим назад немножечко Ты говоришь, сколько 17 лет тебе было Когда ты впервые начала В ресторане исполнять Да, я начала в 17 лет Мне только исполнилось 17 лет Я случайно проходила в парке В парке как раз на тот момент В парке пели все на озере Это такое место было для музыкантов Я помню, классное Я иду, и поет человек Я думаю, мы подошли просто Можно спеть? Он такой, ну да, конечно Владимир Саяпин есть такой Он до сих пор работает Вот Я что-то спела Ему понравилось И он говорит А не хочешь ли ты попеть? Я говорю, я? Ну, то есть такое предложение Он говорит, со мной поработать? Ну, я говорю, давайте попробуем А у меня было буквально на CD-диске Мини-диске были CD У меня было там буквально Песень 20 максимум И я вот с этими 20 песнями Начала с ним работать Но самое главное было Не песни А он меня хотел привлечь Чтобы я на публику пел Ну, вот эта вот кабацкая вся история Чтобы не было страшно Ну, и как-то он сделал из меня немножечко А вот как тебе не было страшно? Все-таки 17 лет Там контакт с залом, можно сказать, непосредственно Там люди не только едят-то, да? Ну, понятно Настроения у всех, скажем, ну, там, приподнятые Ну, как-то мне не было страшно Может быть, это возраст такой Когда вот как раз Когда нужно выходить, я думаю, на сцену Это чем раньше ты начнешь? Если бы мне было 30 Я наверняка бы так посмотрела на него Нет, ты что, с ума сошел? Конечно Это была бы другая история Поэтому все начинают свою какую-то Творческую деятельность, как правило, вот после школы И это нужно делать именно тогда Ну, и потом я все равно Творческий человек Я в детстве тоже пела в каких-то конкурсах То есть это для меня не было Ну, это страхом каким-то перед публикой Единственное, что кабак Это уже другая немножко история Но, тем не менее, как-то Мне понравилось Вот, расскажи Вот ты первое свое выступление помнишь? То есть, когда я еще был маленький Или так, как в тумане? Да не, не как в тумане Ну, вообще начнем с того, что моя мама, моя тетя Они тоже Они всю жизнь там одели Проводили праздники В домах культуры И, в общем-то, оттуда, наверное, я и начинала Они меня по всем конкурсам таскали По всем концертикам вот этим местным Вот И вот оттуда, наверное, все и пошло Потом я... Тамада вообще интересная профессия, мне кажется Тамада? Да Но у меня... То есть, я понимаю, что я не ведущий То есть, у меня были какие-то попытки в Москве Но так, чтобы прям, как они, нет Я немножко под другой дорогой пошла Но тоже по творческой линии Поэтому, придя в кабак Вообще, как-то так занесло Никто же не планирует никогда такие вещи Ну, заносит, и потом, бац, понимаешь, что тебе это нравится Ну, и как-то у тебя получается, самое главное А потом уже опыт, он нарабатывается, практика В общем-то, для музыканта самое главное — практика Ни сколько там голос Сколько вот даже вот харизма, наверное, какая-то практика Если ты умеешь вот это вот все делать То голос, он потом как-то потихонечку Ты уже становишься более уверенно петь Лучше Потом я поступила в театралку в нашу местную И там мне уже голос поставили нормально И мне уже было поувереннее работать в ресторанах Вот С более поставленным голосом У тебя какой график вот был? Ну, или есть, я не знаю, в среднем Вот сколько ты работаешь там в день, в неделю? На данный момент я работаю очень мало Два дня в неделю Вот Мне этого больше, чем достаточно Потому что сейчас я живу немножко в другой сфере Я уже мама, у меня семья И поэтому как бы у меня уже другие приоритеты А когда мне было 20 лет Конечно, у меня не было границ Я могла работать вообще в трех ресторанах, например В Москве, когда приехала туда Там я вообще бомбила Ночью в караоке-клубах Вечером в ресторанах Потом у меня какие-то были съемки То есть там у меня был такой режим То есть так сложно сказать, да Сколько у меня там было Сейчас у меня вот в таком лайт Лайт-ключе в таком Мне это по кайфу Я чисто делаю это по кайфу сейчас То есть ничего больше Куда-то там дальше двигаться Сейчас, конечно, я уже этого не делаю Да и не хочу, наверное Потому что я считаю, что Всему свое время в этой профессии Нужно, главное, не упустить какое-то время И мне кажется, я много чего повидала Наигралась в это Ну а так, чтобы прям куда-то пойти дальше В шоу-бист У меня были такие зацепки Но, видимо, я выбрала все-таки Более спокойную жизнь, семью И мне это по кайфу Теперь я это делаю вот в свое удовольствие Ну, давай вот послушаем что-нибудь Как ты говоришь, такое лайтовое А потом все-таки поговорим Вот про эту атмосферу Такую пятничную, вечернюю, кабацкую Это безумно интересно на самом деле Ну да Давайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 возвращается. Вот эти кепочки там с 90-х, какие-то там... Я даже не знаю, потому что сейчас вообще кто во что гораст. Вот смотришь, и это на самом деле круто, потому что еще буквально лет пять назад у нас, чтобы кто-то одел какой-то яркий пиджак, а сейчас вот, пожалуйста, люди ходят в ярком, и это очень круто. И людей именно радует вот это ретро, всем нравится. Ну вот, если про ретро говорить, у тебя репертуар как ты себе подбираешь? Ты больше любишь какую-то англоязычную там попсу эстраду, да? Или тебе что-то наше там трогает? Такое шансонное совсем. У меня был период в жизни, когда я пела только шансон. Это было лет 10 назад. Вот мне как-то перло на шансон, и мне все говорили, что ты поешь шансон один? Давай тебе вот за рубежку надо петь. Вот такой стиль, характер, там и голос. А как-то я вот... К этому тоже я пришла. Я пела один шансон, и... Ну, опять же, если вокалистов много в ресторане, вот у нас, например, их четверо, а я там одна девочка. То есть мне можно вообще хоть что петь. Из женского там выбирая и старое, и новое, и всякое разное. Поэтому у меня там, в принципе, я пою все подряд. Вот. Но шансон я тоже люблю. Я вообще разную люблю музыку. Порадуй шансоном каким-нибудь. Нашим классическим таким вот. Мне очень нравится, например, еще рок. Я не договорила. Вот. Я люблю роковые какие-то вещи исполнять. Я не сомневаюсь, что ты поешь рок. Ты вот только что показала. Это было очень... Да. ...очень аутентично и здорово. Зарубежку теперь я тоже очень люблю и пою ее много. На зарубежке, кстати, очень хороший нарабатывается опыт именно вокальный. Потому что русское — это хорошо, но именно вот этот вокальный опыт, он больше идет все-таки на зарубежных песнях. Потому что там... А что, артикуляция сложнее или что? Да даже не дело не в артикуляции, а скорее вот в этих оборотах. Потому что у нас в наших песнях русских нет таких оборотов. Хотя сейчас тоже стали так уже так интересно исполнять. Слушай, сейчас манера исполнения такая, ты не поймешь, человек поет по-русски или по-английски. Вот. Только хотел сказать, что сейчас тоже, опять же, манера такая у наших русских, что вообще непонятно, что за слова. И, допустим, мне, ну вот честно могу сказать, вот суперпопулярных, да, там, Асти, Крамбрери, вот, их мне сложно исполнять не по вокальным данным, а вот именно вот это, вот как они, вот, даже я не передам, вот как они вот это вот все говорят, чуть ли не речитативом. У нас сейчас как-то куда больше мода пришла. Вот. И мне, например, проще спеть Тину Тернер, какой-нибудь Скорпиумс, нежели вот современное что-то выдать. Вот серьезно. А кому-то действительно проще вот... Ну, тут все от вокалиста зависит. Так, подожди, ты не уходи от главного. Ну, давай шансон послушаем. Ну, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 там немножечко как бы задолбать. Да. Вот сколько чаще всего у тебя заказывали одну и ту же песню, например? Ну, а сейчас формат другой, конечно, в рюмке, да, вот мы работаем, там как-то мы поем, люди все устраивают, редко заказывают. А вот если взять в нижние времена, то, допустим, на той же Аллегровой с днем рождения мы срубили столько денег, мы могли ее раз десять спеть, там, Ваенгу желают, там, бесконечно. Вот есть песни, которые раньше заказывали постоянно, того же Шатанова, ну, то есть на одной песне ты мог просто поднять нормально денег, раскидать и пойти домой богатым. Ну, если день рождения, там, понятно, это Ваенга, там, или Аллегрова, да? Одни и те же песни заказывали, я вот сейчас помню, вот именно вот из этого... А на свадьбе, там, чужая свадьба? Свадебные цветы, опять же, взять Аллегрову. Вот одни и те же, я вот помню, что на одних и тех же песнях мы как-то срубали. Не было такого вот, как сейчас, допустим, а сейчас заказывают, если и подходят, то люди, ну, в основном, это современные. Вот в клубе, вот сейчас в Дюке мы поем, там больше современные заказывают. Но тоже редко. То есть народ стал более такой, как бы, по зажатии, что ли? Я не знаю, с чем это... Или резко вырос уровень культуры нашего населения. Все может быть. И это тоже может быть. Но я просто немного не в том формате кабака. Сейчас работаю, как, да, у нас многие мои коллеги. У нас немного формат другой просто. Мы поем, и у нас нет такой, допустим, в рюмке, у нас такого не было, что там бесконечно подходит. У нас еще был формат ограничен. Ретро, поэтому... А так, если брать обычный кабак, где поют все подряд, и можно спеть хоть что, те же офицеры, допустим, или там что-то... Кони там. Там, да, там нет ограничений по заказам. А так я... Одни и те же песни. Насколько я помню, то время, когда мы бомбили именно на заказ, мы могли только на одних заказах весь вечер работать, и ничего из своего желания там не поставить. И одни и те же песни. А есть желание что-то спеть? Ну, допустим, ты хотел спеть что-то такое бомбическое, но заказывают, бесконечно подходят. Вот я говорю, в этом стиле все. Аллегровые, тиваинги. Это, наверное, такой кабацкий костяк. Успенский, опять же, взять. Сейчас, конечно, уже немного не так. Вот. Как-то уже... Ну, Краймбрери попросят тебя спеть, споешь, да? Вот ни разу не просили еще. Нет, ну придется спеть, да. Спою по-своему. Я вообще не люблю копировать, потому что многие, я знаю, допустим, и слышала кабацкие певцы, они вообще копируют голосом и манерой. Я этого вообще не люблю, потому что начинаю копировать, когда у меня получается такая не очень история хорошая. Вот. И поэтому я для себя как-то решила, что я, если мне заказывают какую-то такую... Да даже вот эти все песни все равно поем по-своему их. Своим голосом, со своими фишками, опять же. А вот обламывать тебе клиента приходилось? Ну, человек просит, заказывает что-то такое, а у тебя нет такой песни в репертуаре. В репертуаре. Конечно. Да? Или она, допустим, есть, но я ее никогда не пела. Бывает такое, вот заказали, я говорю, блин, она у меня как бы... Я им не говорю, что я ее не пела, да, мы там отходим с музыкантом, я говорю, блин, я ее ни разу не пела, что делать? Он говорит, ну иди порепетируй, там три минутки есть у тебя. Ну, у нас там перерывы же есть в ресторанах. Я пойду ее порепаю, все нормально, все, я выхожу, пою, и человек даже не понимает, что там я ее пою первый раз в жизни. Ты можешь какой-нибудь самый экзотический заказ в твоей жизни вспомнить? Экзотический? Так уже прям, ничего себе, мужик, ну ты придумал. Да нет, пожалуй, такого прям суперэкзотического не было. Было все такое, что на слуху вот в основном. Ну да, что-то ты просто ни разу не исполнял, но я говорю, ну мы как бы... Песня все равно же на слуху, ты просто ее ни разу не пел. Ты либо ее на ходу поешь первый раз, либо пошел порепал там за минуту, и все нормально. Так, хорошо, а сколько в обойме надо иметь песен, чтобы так более-менее соответствовать запросам людей и как бы никого сильно не обламывать? Ну смотрите, если работать вообще в каком-то одном формате, допустим, шансоны или только за рубежку, потому что есть рестораны, где только за рубежку поют, или только шансоны. А шансоны, это типа не их формат, да? Ну да, то есть есть, как сказать, вот я работала в ресторане, где я пела лаунж, и только за рубежку, и никаких быстрых там речи быть не могло, тем более русских, и тем более шансон. И то есть, если мне подходили, спрашивали шансон, я не имела права это петь, но это нельзя было петь. Очень на радиостанцию похоже. Да, бывает и такое. Поэтому, где шансон мы пели, там тоже современные нельзя было петь. А если в ресторане поют все подряд, вообще нормальный такой музыкант, певец, он должен иметь в запасе разноплановые, разноформатные всякие песни, быстрый, какой-нибудь даже джаз, и рок, потому что, ну, и твой уровень тоже оценивают. В одном формате ты поешь, да, вот встал и пошел, в одну балалайку заладил. Потому что интересны те певцы, которые могут и так, и так, и это спеть, и то. Ну, и у тебя больше шансов, как бы, и заработать даже, если взять. Ну, песен 200 надо иметь в общем-то? Надо, да? Да. 50-ми не обойдешься. Ну, мало. Мало. 200, да. Так, вот ты говорила, иногда хочется спеть что-то, вот, что тебе на сердце ложится. Давай вот сейчас такую песню послушаем. Давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Мужчинам ДимаTorzok 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 И ему нравится все Он очень спокойно к этому относится Даже вот при нем были такие ситуации Допустим, мы стоим с ним вместе Никак не показывая, что мы пара Мы просто стоим-достоим себе За каким-то барным столиком Подходит Этот человек, он самый Который там претендует на что-то Начинает со мной заводить разговор Хотя он видит, что я с мужчиной стою Но его это не смущает Потому что многим кажется, что Ну просто такой же, как и он, стоит рядом Мы просто рядом стоим И он начинает это И мы с мужем давно уже так прикалываемся Если мы где-то не выдаем себя Он говорит, так смотри Мы вообще ничего не выдаем Кто-то подходит, знакомится Я тебе подыгрываю Нам всегда интересно, чем дело кончится И этот мужчина начинает со мной И потом уже я вижу, что он уже пошел дальше И переходит эту грань И он мне говорит, сейчас подожди Я буквально в туалет вернусь и мы продолжим Так, муж такой говорит Ну и что ты дальше будешь делать Я говорю, ну сейчас все увидишь И он возвращается с туалета Так, ну вот, значит Все, я там сейчас Приносит мне уже бокал Все, он мне уже там что-то заказал Так, смотри Сейчас садимся за столик Все там четко Потом, значит, ты отрабатываешь Он уже свой план накидал И тут я ему выдаю Слушай, говорю, ничего не получится Потому как, ну, кольцо тебя, я так понимаю Не смущает Он говорит, а, ты, кольцо, ты еще замужем Ну, я, ну, муж стоит, молчит рядом И потом я говорю, слушай, я сегодня не одна Он говорит, а с кем? Я говорю, ну вот мой муж, познакомься Я не понял Это муж? У людей такие глаза А что, ну, ну, как бы Ну, ладно У вас прекрасная жена Бокал уносит в этот момент? Нет, бокал он, слава богу, оставляет Было бы очень низко с его стороны Ну и все Как бы на этом Он потом даже и не смотрит в мою сторону Вот, всякие бывали такие истории Ну, конечно, человек пришел Антонио Бандерс Так обламывает жестоко Вообще было Но весело, весело, надо сказать Однажды мы стояли с мужем Также в ресторане Просто общались И подходит такой же парень Что-то начинает знакомиться И говорит мужу моему Слушай, а он мне говорит Что, слушай, этот парень Вот, с которым ты сейчас стоишь Вообще тебе не пара Он тебе вообще не подходит Я говорю, ну, естественно Я говорю, я бы с ним 10 лет не жила в браке Ну, что? Это что, твой муж? Я говорю, представь себе, да Ну, и тут же внедряется муж И говорит, чувак Ты все сказал? Он такой, ну да Ну, давай Такое бывает Всякое бывает Ну, слава богу Просто знаю Много таких историй Когда кабацкие всякие певицы Да У них Как только они выходят замуж На этом все заканчивается В смысле, карьера Кабацкая карьера заканчивается Все, муж уже не одобряет В общем-то У меня, слава богу Вот, как бы Спокойно с этим Даже и тебе, может, муж сказать Давай-ка, Настя Иди-ка ты вот на эстраду Надо в конкурсах участвовать Вот с этим давай завязывай Будем альбом тебе записывать Как вариант Ну, такое у нас уже было в Москве Когда я жила И так же мы Все было И гастроли И мы на студиях И у меня всегда Мужской коллектив Вот, что самое интересное У меня и сейчас Одни мужики И на всех тех работах У меня всегда были Мужские коллективы И при всем при этом Как-то вот Спокойно Ну, у нас на доверии построено По-другому тут Никак не сделаешь Вот, уроки Семейной жизни Только так Проверяйте Никто не будет ходить по пятам Ну, мы не из тех Я тоже не бегаю там Где, чего, с кем Что за голоса У нас тоже такого нет Еще споешь? Да Давай Семейной жизни Семейной жизни Семейной жизни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Замечательно Сидим на самом деле Вот немножечко чего-то не хватает Но мы за спорт Мы за здоровый образ жизни А вот как раз там, где можно Немножечко посидеть, расслабиться Что-то отметить, что-то попраздновать Или наоборот погрустить Человек тоже идет туда же по адресу Вот скажи, у тебя опыт Такой богатый в этом смысле Ты бы вот людям что посоветовал Которые там, допустим, в пятницу вечером Идут в кабак Послушать музыку, немножечко расслабиться Что хорошо и что плохо Я хотела сказать о том, что разные мероприятия Вообще отмечают в кабаках Вплоть до разводов У нас сейчас разводы Это прям праздник Вот я тоже удивилась Вот раньше не было такого Вот раньше, да, лет 10 назад возьмем Разводы не отмечались как праздник Сейчас это так и есть Сидит компания Мы начинаем, ну, допустим, каждый столик Акцентировать, кто там с чем собрался И сидят девчонки Счастливые все У вас какое-то день рождения Нет, у нас развод Мы празднуем развод Так же и мужики приходят Они хотя бы раздельно приходят? Ну, я имею в виду, что в разные дни Бывает девчонка Ну, допустим, невеста Жена разведенка Собрала девчонок Такое же бывает с мужиками С мужчинами, в смысле Также приводят своих друзей И, так сказать, отметить То есть они прям отмечают этот праздник для них У нас был даже такой посетитель Он пришел один И такая же история Но он пришел один У него была грусть на лице Он развелся Он сидел в одного И он с таким лицом это все слушал Что нам не хотелось петь даже для него Ну, у него прям траур был Но он пришел в ресторан, опять же Ресторан — это место, где Людей, наверное, соединяют разные Разные мероприятия Разные условия Да, неважно, богатый или беден Или у тебя только зарплаты Пришел там с тысячей в кармане Вот все такие слои, да Людей собираются в одном кабаке И причем общаются все на одном языке Потому что самое интересное В ресторане нужно уметь расслабляться Если человек пришел напряженный К тому же он Даже если он не пьет Можно попытаться расслабиться в ресторане Просто посидеть, послушать музыку Пообщаться с теми так же, кто не пьет Или кто выпивает Ну, то есть нужно уметь отдыхать Приходить в напряженном состоянии И доставлять всем вот этот вот напряг Тоже не стоит Если ты в таком настроении Лучше в кабак не ходить Нет, ну а если уж пришел Так расслабься, чувак Вот, если ты пришел Даже если тебя привели насильно Ну ты уже будь добр как-то Попади в эту атмосферу Ведь это такое место, да, где Ну, блин, располагает просто отдохнуть Не надо вообще напрягаться Если хочешь потанцевать Иди, не хочешь Никто не будет тебя вытягивать Но опять же, от компании тоже зависит Так что, дорогие друзья Выбирайте еще людей И свое окружение С которыми вы общаетесь Это немаловажно очень Ну, так же, как немаловажно В этой жизни отдыхать В общем-то Да, да, да Поэтому вот как-то так Спасибо, Настя, тебе огромное Всем рекомендую, ребята, приходите Вот кто хочет действительно повеселиться Расслабиться или отдохнуть как-то Я думаю, что Настя Венгер Замечательно вам в этом поможет Давай еще одну песенку на прощание Если можно Да, а можно я еще скажу Одну такую информацию Для тех, кто, может быть, не знает Проект Рюмка Он есть Он сейчас работает На площадке ночного клуба Дюк Это отель Мегаполаст Потому что многие до сих пор не знают, где мы И, так сказать, такая А думают, что вы сошли совсем Да, сошли совсем Но кто-то там поезд в Дюке Но кто-то мне так вот говорит Отрывками Но кто-то даже еще не знает Вот И такая вот скрытая реклама Что А может, и не скрытая Да, такая открытая реклама Что о том, что мы сейчас работаем На площадке ночного клуба Дюк Но очень в скором времени В этом году У нас откроется свое заведение Отдельно То есть такая же рюмка Будет только побольше Естественно, она будет большая Вот И мы всех ждем У нас Очень весело Разнопланово Нас много Мы все разные И вот, пожалуйста У нас люди действительно отдыхают Душой и телом Вы можете послушать Как старую Так и новую Какую-то более новую песню Но в рюмке у нас только Такое ретро Поэтому если что-то поновее То в Дюк, пожалуйста, приходите Каждую пятницу, субботу мы там Спасибо, Настя, огромное Слушаем Старая гитара И горячий кофе И закатное вино Медленно листаю Книжечку стихов я Все они лежат в одном Между строчек Замечаю, как скучаю по тебе По нежной красоте твоей То, что наполняет Новым смыслом каждый день Счастье Это когда Ты без звонка Можешь пойти в мой дом И в любовь мою Знаю, что всегда Наверняка Даже когда не жду Я тебя люблю Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ты вошла без визы, поселила в сердце Даже если не со мной Южный берег Ты открыла, не закрыть его теперь На нереальной высоте Звезды и планеты освещают путь теперь Будь ко мне Счастье — это когда Ты без звонка Можешь найти в мой дом и в любовь мою Знай, что всегда, наверняка Даже когда не жду, я тебя люблю Ла-ра-ла-ла... 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 Счастье — это когда Ты без звонка Можешь найти в мой дом и в любовь мою Знай, что всегда, наверняка Даже когда не жду, я тебя люблю Ла-ра-ла-ла... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok